Я всё не знала, как поступить, а у вас деберинс записывать ролик на эту тему, не записывать. Смотрю, все молчат. Думаю, возможно, вы ещё не слышали этих новостей. 14 июня у нас вот такая новость, очень неприятная, я узнала. Если честно, я была в шоке, но молчала. Раньше, когда вы кто-то хочет идти в армию, американскую армию, то вы идёте и специальные бумаги заполняете от руки, и вашу информацию сохраняется в такой драфт. И когда приходит война, то аппликации вот с этого места, кто, волонтёр или как, по желанию, которые, то с вас выбирали и вас забирали на войну. Что сделали этот раз? 14 июня. Всех ребят и девчонок с 18 по 26 лет всех автоматически, без предупреждения, без спроса, хотите ли вы или не вы хотите, вас автоматически всех зарегистрировали в вот этот Military Draft. То есть как призыв в военкомат, то вся ваша информация будет там готова уже, и в случае войны вас просто, вот кого захотят, вас просто заберут на войну, и никто у вас не спросит. Ну вот теперь сейчас можете кричать, что свобода в Америке. Как вам такая? О, и что сразу ещё? Сразу стали успокаивать их. Да вы не переживайте. Последний раз Military Draft был в 73 году, когда была война с Вьетнамом. Это ничего не значит. Вашу информацию просто зарегистрировали, пусть она будет. Война не намечается, живите себе спокойно. То есть лапши навешали. Будьте готовы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...